Идет отбивать свою любовь Слева приближается Сейн Никтос И получает первые выстрелы из форта, некоторые из которых его уже достигают Двигаться в одиночку против форта, даже на большом корабле, это самоубийство Наверное, на больших кораблях не ходили Ужасный пират Робертс с его командой подняли веселого Роджера Кстати, видите, что на флаге ужасного пирата Робертса? Кто мне скажет, что там? Кто разобрал? Нет, это не якость А мне кажется, там арпа Лира Мимо Пират Применяет какой-то хитрый маневр Но пока что он держится на плаву и по нему не могут попасть Ага Похоже все-таки на флаге Лира Кто может сказать, что означает Лира на флаге капитана Робертса? Никто не Робертс А если я подскажу, что он ирландец, все поймут почему он ирландец? Потому что Лира это национальный сигнал Ирландии Ирландия Но ирландская кровь не помогает свету на микролайонке И пока что форт не думает сдаваться Пока что испанцы, нехитно покручивая свои испанские усы, форт не стыдятся И не верят, что ужасный пират Робертс может отбить непесту И бездом И закладывается маневр На самом деле, чем отличается судно от машины, например? Есть те, я здесь управлял когда-либо лодками, катерами, судами Поднимите руки Я вижу несколько человек Вот, если ты в машине на тормоз нажал, ты тормозишь А в лодке тормоза нет Поэтому любые маневры там очень сложны Ужасный пират Робертс разворачивается другим гортом Святой Николай заряжает пушки Черт возьми пушку Они заряжают пушку Вот вы спрашиваете, наверное, почему ужасно у пиратов выброса так не везет. А вот он открыл огонь. Иногда нам кажется, что Карибское море, пираты, избавцы, англичане, это все как-то далеко, если это происходило в другой вселенной. Но на самом деле это было не так. Именно тогда, когда при Молодях великое русское войско сражалось против огромной татарско-генечарской рати, из величайших сражений Европы в истории, вообще в истории Европы, в той самой Хвасе, примерно в это же время знаменитый Фрэнсис Дрейк сражался с испанцами на морях Тернавого океана. Уже позже, в 17 веке, в котором мы сейчас находимся, именно тогда, когда знаменитый, наверное, самый знаменитый Корсар Кенри Морган был в Порт-Ройале, совершал свои деяния. В России шло восстание Степана Разина. Но пока шуток восстания Степана Разина, испанский голеон Эль-Темироса на могучей тяге отправился в погоню за Святым Николаем. Может быть, это незаметно издалека, но Святой Николай получил пробоину в корпусе и кренится на правый борт. Ничего хорошего это не предвещает, и Святой Николай пытается сбежать. Тем временем Темироса нагоняет его просто, можно сказать, катастрофическими темпами. Святой Николай пытается лечь на борт, чтобы встретить противника залпом с борта, но пробоина в корпусе, не дает ему это сделать. Эль-Темироса важный заходит, и, допростят меня, испаноговорящий, не ошибся, заходит в борт противнику, и, судя по развороту, собрался идти на таран. А, нет, не собрался. Он разворачивается другим бортом, чтобы пушки, которые там еще не разряжены, сыграли свое черное дело, но они не сыграли. Это был очень хитрый, обманный мальмор. Ужасный перрон Роберт и его команда окончательно вбитый столб. Знаете ли, это страшно. Вместе с подбитым бортом. Ну, кто вообще болеет за англичан-то? У них все... Ну, поддержите их, а вы не слезали. Я не готова. Англичане это те, которые коричневые. И смазывают те, которые красные, с гадузбургским флагом. Тем временем, в форте, судя по-своему, передумали, объяснить не виду, что у нас император Роберт, что уж тут, чем закончится, а всякий случай заготовили и вино, и белый флаг. Что, всегда нужно быть готовым разный, перипетируем все-таки. Так, Эль Тимироса, опять хитрым, где-то там пытается зайти, с другого порта. И у него это почти получается. Пробитый, тем временем, Саид Николас начинает относить, когда ваш корабль теряет ход, например, перебивает паруса или ломается весла, он ложится в трейд. Это означает, что корабль, вы не контролируете ее, несет течение в кивен. Когда один корабль, море большой, пушечный, крупный, догонял второй, сначала корабль сдавал один единственный холостой выстрел из пушки. Это означало команду «Лейтит Крейс». Пройдет застающий обувь. Вы сейчас спускайте паруса, отбавляйте кто, и ждете нас, пока мы вас захватим, либо мы разнесем вас щепки. На самом деле, и в открытом море, находимся в бассейне, были большой редкостью. Почему? Потому что очень-очень страшно. Даже не то, что вас возьмут на оборонши, не то, что вам пробьют порт ниже внутренней линии, и вы потонете. Очень страшно то, что вам могут перебить нахилаж и бросить в открытом море бить с портом. Вы можете болтаться посреди открытого океана в течение недели, двух, трех, и когда у вас сколько-то, вы сами понимаете, что произойдет. Поэтому все сражения, все крупные битвы происходили примерно как у вас. Ну и в смысле приехать, в смысле маленьких бунктов, на побережье и так далее. Кажется, Зайд Николас смог восстановить ход и убегает от Семироса. Я постараюсь не упасть. Он уходит. Вот, у нас есть болельщики за Испанию, кстати. Кто за Испанию болеет? Ну, поболейте за них. Они красные. Красные, значит, быстрые. Итак, бой переместился на против Олимпа. Сами боги. Возможно, этот дизайн мне не нравится, потому что ленингроба пробует, вековка Кристианская, Грифский бассейн тоже. Духой ханёвр. Но вот это поворот! К ужасному пирату Роберту на помощь приходит ещё один корабль, помельче, но ещё не повреждённый. Его зовут Джаконда. Корабль называется Джаконда. И он выходит, стараясь держаться на почтительном расстоянии от пушек испанского форта, спешит на помощь своему товарищу Сейн Пикусе. А я оттуда зажут пак. Да, тоже хорошо ехали. Бой! Вырывайся! Барфей! Вам надо спасти! И главный капитан Джаконды Ромео Рейнбольд ведёт своё спутно для того, чтобы помочь святому Николаю ужасному пирату Робертсу, который почти уже повержен Тимироса. Но, к сожалению, ветер не в ту сторону и паруса ветер не ловят. Поэтому Джаконда идёт халсом. Что такое халс? Это курс, когда вы идёте против лета, и вы должны закладывать на своём корабле огромный фигзаг. Фактически сделает большой клюв. Так, идёт перестрелка Джаконды и крепости испанцев. Гердейский Веста Робертс всё ещё жива, иначе как-то легко получится. Но вот Джаконда заходит, кажется, в другого горда к Тимиросу. И Святой Николай уже едва живой несётся в сторону нас. Он несётся, поэтому будешь отойти по шагам от берега на всякий случай. И вот Тимироса окружён испанцев. Испанцева группе нанестируется. Гвардская лаборатория заскнул вторую покру, второе дыхание. И Святой Николай заскнулся, наверное, по которому в борту телом в своё время погибшего товарища несётся на перелет. Но чудесная просто невероятная маневренность этого панилиона. Что ещё даёт о тебе страх? И он опять закладывает дыхлой маневренность. А параллельно с морскими боями в Ресталище начинаются бои на мягких палках. И... И... Противник... Противник... Бойцы... Сомашина и Михайлова! Они приглашаются не на Санкт-Петербург, не на Санкт-Петербург, а на Санкт-Петербург. Растик-Петербург Ну что же, похожие днити мирот у сочтенных. Джоконда заворачивается. Весёлый Роджер гордо развивается. Эх, почти по параллельным. Почти произвольте, параллельно по методингу. Бегайте! А пришлось успокоить, что не делайте! Желучий, параллельно по трое, обладающий большим блоком в сторону. А знаете почему? Потому что из параллельно по трое, Здесь занимались торговой, коммерцией и наручей горды. На этом шоу, что у меня в марте было. Особенно, если у тебя какой-то небольшой брик, или другой корабль такого у нас тоже. Сюда пошли борт в горд. Ну а портажи, надеюсь, не верят. Попробуем. Попробуем. Самое страшное, что торговать во время телевизора, если ваш противник побал вам... Куда? В голову, нет. Одна головая, это грустно, конечно, если снесли в рыхлопрогах. Своего попрога. Даже если к капитану... Нет, значит, что это грустно. Да? Своего попал. А еще... А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! И, кажется, произошло пробитие. Есть пробитие. Закарание портового склада. И, конечно, не так. В Тимиросах мы сочтены этот грион. Неподобляемый цель витл, предстательная джагонда. Под предварительством Ромео Рейнгольда. Держатого француза. Попробили крик Тимироса. Теперь он будет очень долго, медленно и печально идти ко дну. А тем временем пиратские королевы направили свои силы в сторону форта. Сзади нога на носке и пятка точно назад. Сзади нога на носке, Сергей. Сзади нога на носке. Ярко назад. Не в сторону. Тебя на сторону. Вот. Выравнили. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Раз. Три. Гриф. Редактор субтитров А.Семкин. Субтитры создавал DimaTorzok